Друзья, здравствуйте! Это Матищи. Прекрасная Матищи принимает этим осенним вечером матч регулярного чемпионата Фонбет ККЛ между местным Кунг-Лунь Ред Стар и Астанинским Борисом. Итак, поехали. Игра началась. Первое выбрасывание остается за командой Кунг-Лунь Ред Стар. Джейк Челлио с Райан Спроу в обороне, по крайней мере, не позволяет сразу доставить шайбу до вратаря. Хотя впоследствии сделали это гости и тут же Лобейд вылезает на пятачок в попытке добавить ее вторым касанием. Было неплохо. Лобейд, может быть, парень не самый техничный. Должны, наверное, добавить некоторые броски Борису. Но, наверное, вот этот. Это уже был Фонтус Обер. Вот, наверное, это вообще первые попытки, но попадание раз в разом в полевых. Еще один шанс, но Тайлер вон в створ не попал. Позиция вроде бы уже заметно лучше. Если помните, были моменты, когда даже защитники и Кунг-Луни играли в нападении. Склиничка бросается неудобный. Какой гол чешского защитника? 1-0 в пользу Бориса. А этот парень точно защитник. 2 плюс 14 за 20 неплохих матчей в активе Чека в этом сезоне. Но, конечно, он и раньше был очень стабильным, выступая за финский Йогерин. Во-первых, именно он атаку это начинал. По относению Порфенюк бросает вверх, чуть-чуть выше створа и пытается добавиться тоже нападающий. Да, там был Локкард, неподалеку был и Тайлер вон. Выкатывается немного назад. Склиничка касается этого и правого защитника. Напомню, что вместе с ним играет наш Е. И как здорово прорывается Оберг и показывает Швед, как влияли на него. Шикарный бас Барбера. И Оберг полетел. Нашел момент для того, чтобы уйти вперед. И, кстати, до него шайба практически не доходит. Формально три броска в створ у Кунг-Луни. Но вот таких даже моментов, как сейчас у Бориса, почти не возникает. На партнера дальше Спейдерпо открывается. Но бросает не он, а именно Клиффорд Пул. Доходит шайба до Паскуаря. Редкий момент, довольно неплохой. Возле ворота Бориса в первом периоде. Показывает, что может местами активно играть. Впереди момент, но не долетает шайба до Паскуаря. И тут же ответ Кунг-Луни. 4 в 2 причем. Мойл назад. Вот она ситуация бросковая. Макмиллан не попадает. Брэндон вполне был близок к голову второму матчу подряд. Мойл. Перевод направо. Открывается Макмиллан. И, кстати, удерживает шайбу. При этом держали его. Вопрос в том, какое решение судить здесь примут. Но был довольно близко. Сергей Миссюрь. И ничего противозаконного не рассмотрел. 1-0. Благодаря голову Давида Склинички. Попытка бросковая, но шайба не доходит только до Логвина. Так что очень быстро Борис меняет свои тройки. Еще один наброс издали. И вот теперь сейв. Вратаря Кунг-Луни. Тут заброшенных пропущенных шайб. Ну а теперь мы отвечаем действие 72-го номера. Это Максим Мусоров. Именно он выводил набросок защитника. Две с половиной сыграли. Наш Е адресует вперед на Пондуса Оберга. Оберг врывается в зону. Пас назад. Джозеф Лобейт. Еще одна передача. Здорово делает все. Борис бросает наш Ему, затем тащит шайбу вратарь Кунг-Луни. Вновь Борис шайбу забирает. Вот если в первом периоде гости уступили по вбрасываниям, то сейчас напротив. Они заметно лучше и пропускают в итоге Борис. 1-1. Гол Нолана Мойла. Здесь требуется получить ответ на вопрос. А как же так пропустил Эйди Паскваре? Был рикошет, потому что бросался неудобный Мойл. У него уже в этом сезоне есть две шайбы. Одна дома в игре с Минским Динамо и одна в гостях в Тольятти. Прострел налево. Вновь и еще разок на битачок. Добивание. Активно играет Клиппу. Через синюю линию. Первое удаление в сегодняшней игре. Адиль Бекетет, который буквально, наверное, минуты три назад накваривал с игрой в меньшинстве всего-навсего 70% нейтрализации. Одна из лучших команд в лиге пока. Но в меньшинстве можно и забить, что и делает Борис. 2-1. Михаил Рахманов. Первый гол Бориса в меньшинстве в этом сезоне. Итак, Михаил Рахманов смог найти момент для того, чтобы убежать. Немножко заигрались нападающие Куннуля. Шайбу не удержали. А вот Рахманов как раз к этому и был готов. Третий балл в сезоне. И первая заброшенная шайба 79-м номером. Вновь Пулкинен. Оставляет на синюю. Через заряжает. Шайба не долетает. А Пулкинен уже там. Он ждал. Ждал, когда она дойдет. Так и произошло, но пока без обострений. Наверное, самый яркий гол. Именно с подставлением, находясь за лицевой или на лицевой линии. На моей памяти был за авторством Яна Марека. Такого довольно известного чеха, которого, к сожалению, уже нет с нами. Поддыхают вроде того же Шенфельда, Юэния, Абрамова, Буду и так далее. Здорово обыгрывает Тайлер Вон. Но Остин Вон пока не играет именно из-за травмы. Удаление. Удаление в составе... Так. А, кстати говоря, смотрите, что произошло. Это предупреждение Барберу, потому что он находился очень долго в трапеции. Вот так. Удаление здесь. Удар по рукам. По рукам. А, даже еще по лицу. Вот. Вот здесь именно удаление. Зафиксировано раз. И попадает своей клюшкой. Вот теперь точно своей. Помню, что ему всего 19 лет. Муратов. Прострелы. Здорово делает Субары. Слогин отдавал на Шестакова. Но там очень сильное было касание. И даже скорее не бросал. Четырехминутная она же его и заканчивала. Но пока необходимо обороняться. Какой бросок мышный с кистей. Барбер на синий, но пока до него шайба не доходит. Только вот здесь. Райли Барбер с кистей бросает в дальние добивания. И еще одно. Два подряд. Третье могло быть. Элла Бейт был на пятачке. Бросал раз. Затем два уже червения. И с честью вышло из этой ситуации непростое. Как рвется здорово. Барбер, шайба под вратарем и не в воротах. Американец говорит, как же так? Ой-ой-ой, там прям на него падает соперник. Смотрите, Барбер под себя. След за ним Меркли. Он не успевает. А вот Лесли уже толкает, видимо, в спину. Пока еще нет. Нет. Но что дальше? Бросает Барбер. Здесь все понятно. Лесли. Да, вроде бы ничего такого и не делал. 21-12 в пользу Кундуни. Уже 22. То есть перевес в 10 выигранных точек. Это реально заметно. Но что главное? Это не вбрасывание, а счет. 2-1 в пользу Бориса. Пытается помочь защитник. И все получается у Нельсона Ножье. Дальше Лабей. Чуть назад. Оверг. Вверх. Но чуть задела шайба, мне кажется, ловушку. Вот именно не клюшку, а ловушку. Забираются вот туда, к воротам. Как есть такой муря. Но, как правило, в подобных эпизодах необходимо еще и бороться. Брэндон и бросает. Какая позиция. 100% эпизод. Мне кажется, он сам не поверил, что в такой ситуации шайб до него дошла. И вблизи не было вообще никого. Впервые в этом матче. Пока что 2-1. Именно такой результат был в прошлой игре. Это как раз на этом льду. И еще один эпизод. Это был Девин Броссо. Падение его партнера. Подбор за игроком на левом бортике. Это Райан Мерклис. По броскам створ они впереди весь матч. 28-17. Вот и 29-й мог быть, но не попал обе. Эта встреча не уступает остальным. Бросал Путусобер. Верхом так прыгала шайба. Перехват Нолана Мойла. Мойл. Возврат на сили не состоялся, но успевает шайбе Меркли. Заброс. Бросок. Гол. 2-2. Это Девин Броссо. Как же ярко встречает заброшенную шайбу. Лучший снайпер и бомбардер Курглуя. Я предполагал, что он, быть может, до конца осени забьет свой 10-й гол. Но решил он не откладывать, сделав долгий ящик. И сделал все уже сегодня. Девин Броссо. И пытается помочь в том числе Кэмпбелл. По относению от Энбрайт низом. Рикошет шайба выскакивает на бедочок. Там целая серия добиваний. Паскуаре выручает правым щитком шайба перед ним. Не прижата. И ее едва не заковыряли хозяева. Перевод на сили. Морозок от Энбрайта. Рикошет. Раз. Два от борта. И все. Вот по сути реально два рикошета из ничего. В результате наброса. И тут же Макмилл. Мойл. Кэмпбелл. Все пытаются заковырять. Паскуаре не зафиксировал шайбу и потерял ее. Поэтому все полетели. А вот Лобейт прижал Мойла. Здесь времени так мало, что, наверное, бросать можно только сразу же. Вот, например, Шестакова. Который находится на брасывании. А он пытался его выиграть, а не бросить. Звучит сирена, которая фиксирует ничейный исход. Вновь в матче между Кунулием и Борысом. В центре есть партнер. Вновь с клинечка. Держит шайбу. Бросает с кистей. Пытается добавить еще один шанс. Барбер улучшает позицию. Перевод направо. Бросок защитника. Но не получается. Именно этот выстрел. Прежде всего для Родолуда. Но еще разок фу. И неужели еще раз отберет? Нет. Без нарушения правил на сей раз. Хотя, кстати, упал фу. И ему там больно. Подняться толком не может. Так что пока 3-2. Так и Бориса. Пытаются воспользоваться этим гостей. Лобейт низом. Но там все перекрыто. Лобейт прорывался. Вот так раз. И пытался между щитков просунуть шайбу. Оставление на партнера. Спенсер Фу. Еще раз пас в челюст. Бросок реагирует по сквале. Подбор за седьмым. Не нужно, что пас. А скорее бросок в сторону Спенсера Фу. Понтус покатил вперед через центр. Слева есть поддержка. Оберг обыгрывает. Оберг с неудобной. Красиво все делает швед. Но не забивает. Мастерства, конечно, хоть отбавляет. Райли Барбер. Так. И вот теперь Кунунь Лохард. Осталось всего 7 секунд. Лохард. Он знал. Он знал, что катит за спиной. Соммерби именно поэтому делал передачу. Но времени на бросок Кунуня уже не хватило. Первая попытка Бориса за авторство Кирилла Савицкого. На скорости обыгрывает. И попадает Савицкий. Красивый гол нападающего под 84 номера. Пока все довольно интересно. Мусоров смещается в центр. Бросает и забивает. Изящное исполнение. На паузе Мусоров смог найти момент для броска. И попал. В прошлом матче тоже забивал. Хладнокровие у него имеется. Лохард. Перестарался, мне кажется. Не забивает. Лукас Лохард. Это сейв вратая Бориса. И получается, что все. Борис одерживает победу в этом матче со счетом 3-2. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...